С Днём Победы! В честь 9 мая в Благовещенске прошли более 200 мероприятий. Самые знаковые – праздничный парад и бессмертный полк. Военная хитрость. С бронекатера на набережной убрали бортовой номер, предназначенный сбивать с толку противника, и вернули подлинный. Растим профессионалов. Участники конкурса «Волтскил» смешают бетон и тратят краску ведрами, готовясь к финалу национального чемпионата. Об этом и не только расскажем прямо сейчас в эфире новости города. Здравствуйте! Память бессмертна. 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне Благовещенск отметил праздничным парадом. По главной площади города прошли рекордные 2000 участников. Впервые в парадном строю маршировали кинологи с собаками и ехали на конях казаки. Но главным событием стало участие легендарного танка Т-34. Посмотреть парад и поздравить ветеранов с 9 мая пришли около 20 тысяч горожан. Поздравляю вас с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Ура! 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 Впервые открывает парад Победы легендарный танк Великой Отечественной войны. Т-34 боевая подруга. Других танков здесь не было. Значит, это были первые модели, это уже последняя модель танка. Значит, вот, она усилена броня, это, это пушка здесь совсем усиленная. Это более мощный танк. Естественно, чувство гордости я испытываю всякий раз, когда читаю комментарии парада. Потому что ты чувствуешь себя просто центром земли. Вот они, наши войска в едином порыве идут, демонстрируя такую мощь. 28 миллионов погибших за 1418 дней. 28 тысяч убитых ежедневно. 1200 в час. 20 человек каждую минуту. Стали во восток, в отпуск поехали и попали в оккупацию. И тут самолеты летят, немецкие парашюты спискаются. И немцы прям вот так стреляют в людей. И вот так много людей погибло. Они быстренько домой и вот в погребе сидели. Ну, мама там помогала потом, когда освободили раненых, перевязывала. У кого там глазок не было, письма писала, ручек не было, помогала в госпитале. Вот так вот у нас прошло. Наша общая задача – сберечь и сохранить историческую правду о той страшной войне. Память о живых и павших героях. Также наш долг сделать все, чтобы жизнь ветеранов была наполнена теплом, уютом и искренней заботой. С праздником Преамурия! С Днем Великой Победы! 21 тысяча – именно столько благовещенцев прошли в строю бессмертного полка с фотографиями своих славных предков 9 мая по центральной улице города к мемориалу воинам-амурцам на площади Победы. Акция прошла в седьмой раз. С 2013 года численность ее участников выросла на 15 тысяч. О тех, кто помнит и чтит фронтовиков, о военных подвигах и атмосфере бессмертного полка – наш материал. В боях Великой Отечественной участвовали два моих прадеда. Савелий Максимович Кузьмин воевал с января 43-го, был санитаром, вынес с поля боя больше 70 человек. Среди них был первый секретарь Амурского обкома КПСС Степан Авраменко, а прадед Павлов Федор Филиппович. 10 ноября 43-го уничтожил станковый пулемет противника и 12 гитлеровских солдат. Вместе с моими прадедами в одном полку сегодня идут порядка 20 тысяч таких же героев. Рядовой был, ненаметчик. Прошел два ранения было. Прошел до 43-го года и потом по ранению был демилизован. Мы очень чтим эту память. Очень рады, что такое создали. Вот внук у меня идет по военным стопам. Иван Иванович – это мой родной дядя, который воевал в 41-м году в московской битве, был убит. Но потом вернулся после похоронки. Бывали чудеса. Представляете? С днем победов! И сансыщи проиграли! Ура! Это такое незабываемое радость. Они жизнь дали нам прекрасную. Сейчас живем и радуемся. Такого, как мы жили после войны, собирали босиком картошку гнилую. Когда немец отступал, нас всех вывезли в Тольскую область. Там мы жили несколько месяцев. Потом вернулись, братик у меня, восьмилетнего, гранаты разорвало. Мы второй раз участвуем. Но я считаю, что дети наши должны знать в этом дне о Великой Победе. И как наши деды, прабабушки, прадедушки. Какой ценой это все досталось. Городской парк культуры и отдыха 9 мая на несколько часов превратился в Парк Победы. Одноименная акция прошла в Благовещенске в шестой раз. Для посетителей парка была представлена обширная программа. Они могли отправить письмо полевой почтой, прочитать любимое стихотворение о войне или попробовать солдатскую кашу. Всего работало 27 площадок. Семь из них появились только в этом году. Гостями Парка Победы стали мэр и губернатор. Валентина Калитая и Василий Орлов посетили ряд экспозиций. Главным зрелищем акции стала историческая реконструкция «Бой после Победы», организованная клубом «Мотопатриот» и «Росгвардии». Прогуляться по парку в День Победы, а заодно и вспомнить всенародный подвиг, собралось более тысячи горожан. Это вообще хорошее дело. Молодцы, так и нужно. Люди хоть организовываются, праздник, настроение хорошее. 9 мая – это День Побед, праздник всех военных. Вспомнить, как победили наши. 30 амурских ветеранов получат поздравления от президента. Именные письма с подписью Владимира Путина направят участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, которым в этом мае исполнится 90 и 95 лет. Слова благодарности некоторые из них вместе с остальными фронтовиками услышали и в ОКЦ на праздничном концерте. Спасибо вам за то, что вы сегодня дали возможность молодым людям познать именно мирное небо. Спасибо вам за то, что сегодня наши дети не слышат свиста пуль. Спасибо вам за то, что сегодня у страны есть настоящее и будущее. Низкий вам поклон. Бронекатеру на набережной Благовещенска вернули подлинный бортовой номер 948. До этого 30 лет горожане видели другой, не имеющий к судну никакого отношения. Ошибку исправили в ходе косметического ремонта памятника. Почему она вкралась и кому удалось добиться исправления исторической неточности, узнаете из сюжета. Вот самый ценный документ. Ценный документ, подлинные фотографии. На них тот самый бронекатер, что вот уже 30 лет стоит на набережной Амура. Снимки сделаны в клубе юных моряков Свободного в 1973 году. Именно тогда речной танк снова спустили на воду после расконсервации. На снимках катер тот же, а вот номер другой 948. По словам историка, бортовые номера брони катеров меняют часто. Это военная хитрость. Это для того, чтобы сбить с толку потенциального противника. Или настоящего противника, если делаю. Ну, а потенциальный противник, это, я имею в виду, Китай. Создается видимость, создается иллюзия, что у противника, в данном случае у нас, гораздо больше кораблей, чем их есть на самом деле. Наш бронекатер, участвовавший в 45-м в берлинской наступательной операции, никогда не носил номера, который все последние годы был на его борту. Об этом Владимир Чепелев узнал из документов Центрального архива военно-морского флота. 905-м был совсем другой корабль. Мне отвечают, что согласно имеющим документам, был такой корабль действительно. Но это был корабль другого проекта. Это был корабль проекта 1204 типа «Шмель». Как вы видите, он совершенно не похож на тот, который стоит у нас. Чтобы исправить неточность, историк обратился к благовещенским властям с просьбой изменить бортовой номер. Ему пошли навстречу. В ходе косметического ремонта корабля номер изменили. Кроме восстановления исторической справедливости, внешний вид речного танка еще и обновили. На это ушла неделя и почти 350 тысяч рублей. Ну это, конечно же, хорошо. Ведь у нас хорошая достаточно набережная. Много гостей посещают ее. И должны поддерживать чистоту, чтобы все красиво было. Анжелика Павлова, Денис Лугов. Программа «Город». И к другим темам. Тепломагистрали областной столицы проверят на прочность. По этому случаю с 13 по 15 мая Благовещенск останется без горячей воды. После трехдневных гидравлических испытаний коммунальное благо обещают вернуть. Но жителям КПП и ЦС, а также 2 и 3 микрорайонов, спешить отключать водонагреватели не стоит. С 16 числа начнется ремонт тепломагистрали с Северного района. Поэтому без горячей воды они останутся до 24 мая. Тем, кто хочет узнать полный список работы график отключений, стоит заглянуть на наш сайт tvgorod.rf. Стать участниками больничной клоунады приглашают благовещенцев. И таким образом помочь в работе с маленькими пациентами, проходящим лечение в детской областной клинической больнице. Добровольцы набирают учеников в школу больничных клоунов. Пока ими трудятся всего 10 благовещенцев. Работают парами, пытаясь поднять настроение каждому ребенку. Веселят не только тех, кто находится на лечении в детской областной. Иногда выезжают в специализированные детские сады. Волонтеры хотели бы посещать больше мест, но не хватает людей. Для этого и нужны помощники. Стать больничными клоунами приглашают всех желающих от 23 лет. Записаться на бесплатные семинары можно по телефону на экране. Дело мастера боится. Студенты благовещенских СУЗов оттачивают профессиональные навыки в преддверии финала национального чемпионата WorldSkills Russia 2019. Его проводят среди учащихся средних профессиональных учебных заведений уже седьмой год подряд. Как проходит подготовка, кто и в какой номинации представит преамурия, расскажет наш корреспондент. Разметить углы, соблюсти технику безопасности и обрезать кирпич. Этот несложный алгоритм Илье Крищенко нужно повторить еще три сотни раз. Ровно столько кирпичей уйдет на постройку тренировочного модуля. А еще полкубометра бетона. Студент третьего курса строительного колледжа с детства хотел стать профессиональным строителем. Строители, инженеры – это люди, которые все создали, абсолютно все построили, придумали. Это очень интересно. Стать на шаг ближе к мечте ему поможет победа в финале конкурса. К нему он готовится уже полгода. До этого парень одержал победу на региональном этапе. В этом ему помог опытный наставник. Уже было шесть студентов. У нас в 2016 году наш студент занял четвертое место на чемпионате России в городе Москва. Каждый день выполняем модули. То есть есть задания, есть норма времени, и он должен выложить конструкцию из кирпича. И так каждый день в течение полугода. Слой подолчий у нас наносим. В Амурском колледже транспорта и дорожного хозяйства тоже кипит работа. Но здесь шпателю и раствору предпочитают охапку пышных кистей и ведра краски. Часто занималась, делала модуль фристайл. Бабочки я делала из декоративного материала, нанотехспро 2. Это шарики на клеевой основе прозрачные. Их можно также колеровать. Стеклянные шарики, фены и моря краски. В колледже есть все для подготовки к финалу WorldSkills. Но что важнее, целеустремленность и воля к победе самих конкурсантов. Я хочу, так Настя вывлез. Вообще по желанию. Если есть у ребенка желание, то это первый факт, что ребенок будет это свать. Показать свое мастерство в национальном финале соревнований в Казани Илья и Анастасия смогут уже 21 мая. К слову, в нем, кроме амурчан, примут участие еще полторы тысячи студентов со всей страны. Лучшие из них представят Россию уже на международном этапе конкурса в августе. Кристина Слепцова, Данил Волков, Сергей Захарушкин. Программа «Город». Студенты Дальгау, в свою очередь, соревновались в выполнении строевых упражнений и исполнении военных песен. К смотру плацпарад будущих ветеринаров, агрономов и механиков готовили курсанты двоку. Закончились состязания общим обедом с солдатской кашей и горячим чаем. Наш телеоператор запечатлел. Песня «Город» Любимая земля, родные березки и поляк. А помирать нам рановато, если у нас еще дома тела. Эта информация заканчивает наш выпуск. Всего вам доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова